С нами сборная Москвы, действующий обладатель Кубка России, который только что оформил выход в полуфинал. Ребят, как складывалась ваша встреча сейчас? Ребята играли, я смотрел только со скамейки. Тяжело, на самом деле каждый матч был плотный в борьбе, то есть каждая встреча могла повернуться в сторону соперника. Но ребята молодцы в концов. Давайте соперника назовем. Да, ну первый матч у нас Евгений Тихонов с Вильданом Гадиевым, да, плотный матч, там 2-1-10-5, Женя вел 10-9, как бы это одно очко могло перевернуть весь матч. Поэтому, в принципе, потом дальше Владислав Макаров, тяжелейший матч с Ильей Исаковым тоже. Начал не очень. Начал не очень, да, но мы знали, что Влад может, может вернуться. Вернулся, и пятый сет, конечно, там больше игра нервов, игра такая, больше, наверное, психологически решался, решала, кто окажется сильнее. Мне казалось, преимущество все-таки было у Влада целый сет, нет? Все время? Ну, мне тоже так казалось, если честно, да. И хотелось казаться, и казалось, ну да, пятый сет, 9-4, тоже, да, 9-5, и там тайм-аут, как бы, ну, наверное, больше на нервах по игре. Мне тоже казалось, что Влад превосходит, где-то немного какие-то нервные моменты, они вот давали о себе знать, и 9-9, слава богу, все, как бы, обошлось, и победа была за нами. А дальше Макс Боков, ну, что сказать, уверенно, Макс много раз играл с Андреем, я думаю, он его хорошо знает, и, в принципе, по игре… Андрей Байбулдин, скажем. Андрей Байбулдин, да, Андрей Байбулдин, да. Макс хорошо, мне кажется, по игре, по тактике все четко сделал, особого труда не составил, но все равно Андрей… Сильный соперник, опытный Макс, главное, что не дал ему шанса вот вцепиться, как бы, гнул свою линию, и три сета, 3-0, забрал уверенно. Мне показалось, что Максим был просто быстрее. Ну, помоложе, да, надеемся, что он должен быть быстрее. Не, ну, там, на самом деле, много нюансов, и побыстрее, и, мне кажется, по тактике хорошо разобрали с приемом подачи, со своей подачей, то есть Максу было, в принципе, мне кажется, удобно играть. Аплодислав, ну, немножко улыбнитесь, все-таки матч завершился победно, да, или все еще переживаете? Да не переживаю, просто сложный матч был, такие эмоции, как бы, вроде перевернул матч, но все эти все нервы, вот эти все, как бы, вот эти качели. Пятый сет повезло, но, слава богу, как бы победил. 11 очков везло, все-таки что-то сделал для этого. Ну, половина сета точно везло, то есть, начало сета, когда Илья Исаков взял тайм-аут, он два мяча, два баллона не забил мне, и в концовке, как бы, два слева, два своих мяча промазал, то есть, ну, повезло, как бы, можно сказать, что, ну, можно было даже лучше проиграть, чем выиграть вот так вот, ну, лично для меня так, но, слава богу, как бы, команда дальше... В команде так нельзя? Ну, в команде так нельзя, да, слава богу, как бы, команда победила, и не стушевалась там после меня, после вот этих всех качелей, и слава богу. Евгений, надеюсь, у вас больше позитива? Да, конечно. Я очень рад, что все-таки сумел дожать у Ильдана, и, конечно, весь центр я достаточно уверенно, последний шел, но в концовке, когда уже повел с большим отрывом, чуть подрастерялся, в итоге простые ошибки начал делать, но в конце немного повезло, и повесил соплю. Я смотрю, вы везучие такие, да, в каждом, да, везет, везет. Ну, что, желаю, чтобы вам так же везло и дальше. Впереди у нас либо Оренбург, либо Свердловская область, да, если Оренбург, то это чемпионы страны. Какой настрой? Да, супер, ну, а мы чемпионы Кубка, мы в прошлом году победили их в финале, поэтому будем бороться. Ну, что, чемпионского настроя, и удачи, и весы, да? Спасибо большое, спасибо большое. Спасибо.